Мы не слишком громко? Хорошо, мы начинаем вторую лекцию нашего курса про секвенирование. Меня зовут Михаил. Прежде всего, я должен сказать, что наша сегодняшняя лекция будет состоять из двух половин. Сначала я вам расскажу про предварительную обработку результатов секвенирования, а потом Дмитрий вам расскажет про основу теории до новой сборки геномов. Меня можно перебивать по ходу лекции, если у вас будут вопросы, и спрашивать. Итак. Как вам Мария рассказывала на той лекции, результатом секвенирования являются так называемые риды. Их еще называют чтение или прочтение. Это фрагменты ДНК, а длиной у иллюмина это несколько сотен нуклеотидов. Я сегодня буду в основном рассказывать про технологию иллюмина. Про технологию иллюмина, потому что это самая популярная сейчас технология. И, скорее всего, если вы будете заниматься биоинформатикой, то вы будете иметь дело с ней. Так вот, биоинформатика в первую очередь работает именно с ридами. И здесь есть популярная ошибка. Биоинформатики часто берут риды прямо как сделал секвеннатор. Это неправильно, потому что в ридах бывают ошибки, проблемные места. Поэтому биоинформатик, чтобы результаты его научной деятельности были правильными, должен сначала сделать контроль качества ридов и удалить эти самые проблемные места из ридов. Возможно исправить ошибки. Сначала, перед тем, как я расскажу, откуда берутся ошибки, нужно напомнить вкратце на пальцах технологию секвенирования иллюмина. Технология так называемая иллюмина-труссек выглядит примерно так. Берется ДНК, который вы хотите изучать, и фрагментируется на куски длиной в несколько сотен нуклеотидов. Фрагментация происходит, например, с помощью ультразвука. Дальше к краям этих геномных фрагментов присоединяются технические последовательности под названием адаптеры. Эти адаптеры служат для нескольких целей. В первую очередь, чтобы присоединить эти фрагменты к... чтобы присоединить фрагменты к проточной ячейке. Мария вам на той лекции показывала проточную ячейку. Это такая прямоугольная штука, примерно такого вот размера. Собственно, на ней и происходит все секвенирование. Дальше... Дальше происходит амплификация, при которой каждый такой фрагмент ДНК образует кластеры. Дальше происходит, собственно, секвенирование. ДНК полимераза по очереди присоединяет нуклеотиды, сюда устраивает цепь к комплементарной последовательности таких фрагментов. И, значит, благодаря флуоресценции один нуклеотид за другим секвенатор может читать последовательность этих фрагментов. От каждого такого кластера получается, собственно, тот самый нуклеотидный фрагмент, который называется read. Значит, какие могут быть самые простые источники ошибок? Во-первых, может быть случайно такое, что адаптеры... С адаптера соединятся друг с другом. То есть посередине случайно не окажется фрагмента ДНК, который вы хотите изучать. Адаптеры соединятся друг с другом, и тогда будет секвенирован просто фрагмент адаптера. Другая полярная ошибка. Если, скажем, вы секвенируете чтение длиной нескольких сотен нуклеотидов, например, 300 нуклеотидов, а вы слишком сильно фрагментировали ДНК, и ДНК стоило, скажем, длиной 200 нуклеотидов, то тогда вы прочитаете вашу ДНК, и потом после нее еще фрагмент адаптера. Адаптеры длиной порядка 60 нуклеотидов. В самом серовом случае, когда вы слишком сильно фрагментировали ДНК, ДНК оказывается такой короткий, исследуемый фрагмент оказывается таким коротким, что вы секвенируете его, потом еще секвенируете адаптер, и дальше, значит, секвенитор будет работать в холостую, потому что после адаптера нет ничего. Это иногда называется секвенирование воздуха. Там те нуклеотиды, которые вы прочитаете, это будет просто белый шум. Третья проблема – это явление, которое называется фазировка, по-английски фейзинг. Дело в том, что когда ДНК полимеразы удлиняют эти нуклеотиды, она иногда тормозит, или наоборот удлиняет по два нуклеотида за раз вместо одного. Поэтому в пределах кластера некоторые олигонуклеотиды начинают, значит, отставать или опережать другие. Если, значит, с этих в данный момент времени будет прочитана буква G, то с этого T, а с этого C. Это тоже проблема, и секвенатор может неправильно определить нуклеотид, который в этом кластере в данный момент. Ну и еще одна популярная проблема – это падение интенсивности кластеров. Со временем из-за всяких химических проблем свечение таких кластеров может ослабляться. И чем, значит, оно темнее, тем сложнее секвенатору определить, какой же там на самом деле нуклеотид. Вот, кстати, фотографии. Так выглядят кластеры на проточной чеке. Так их фотографирует сам секвенатор. Каждая точка – это соответствующий кластер. Теперь нужно сделать небольшое отступление. Я должен рассказать вам про форматы FASTA и FASTQ. Сначала формат FASTA. Это такой классический, общепринятый в биоанформатике формат для записи нуклеотидных последовательностей. Он выглядит очень просто. Это просто нуклеотидных и аминокислотных, конечно. Это обычный текстовый файл, который выглядит так. Сначала идет галочка и название первой последовательности, любое. Потом, собственно, сама последовательность. Потом галочка, обозначающая, что сейчас пойдет название следующей последовательности, сама последовательность и так далее. Название можно только в одну строчку, а последовательность можно переносить на любое количество строк. Специально для секвенирования, для ридов, была сделана модификация формата FASTA под названием FASTAQ. Она выглядит примерно так же, только вместо галочки название рида обозначается собакой. Дальше идет последовательность. Вы видите, здесь четыре нуклеотида от АГЦ. Дальше знак плюс. Просто так. И дальше он нужен. Он когда-то давно был нужен из-за старого стандарта формата FASTAQ, сейчас он остается ради скорее исторических целей, не придаваясь им особого значения. И дальше идет качество. Что такое качество, я расскажу чуть позже. Важно, что эти буквы обозначают то, насколько достоверно секвенирован нуклеотид, который стоит над соответствующей буквой качества. Чтобы вы не пугались от этой большой строки, я вам сейчас вкратце объясню, что примерно значат все эти странные символы. Это не нужно запоминать, просто чтобы вы знали, что они что-то значат. Это идентификационный номер секвенатора. У каждого секвенатора свой номер. Это номер прогона. То есть это значит, что вот этот запуск секвенатора уже 147. это идентификационный номер проточной ячейки. То есть у каждой вот такой проточной ячейки тоже есть свой собственный номер. Это дорожка, насколько я помню. У проточных ячеек секвенатора Хосек, например, есть 8 таких полосок под названием дорожки. Они в принципе... Не важно. Они служат таким специальным целям. На всех них одинаково происходит секвенирование. Это номер тайла. Каждую дорожку у Хосека условно разбивают на 96 таких квадратиков под названием тайлы. Площадь каждого тайла, если я правильно помню, это 5,5 квадратных миллиметров. Это, собственно, координаты кластера, от которого данный рид произошел. Координаты просто вот с Х и У. Это. Мария вам неделю назад рассказывала, что есть такая вещь, как парноконцевое секвенирование. Это когда секвенируют рид, но не один рид, а к нему еще на расстоянии нескольких сотен нуклеотидов другой рид. Его пару. Вот 2 – это значит, что это был второй рид из пара. Н – это секвенатор сам производит некоторый контроль качества. Если интенсивность кластеров слишком сильно колеблется, то он называет рид, произошедший от такого кластера, плохим. И если рид плохой, то здесь буква Y. Н – это значит, что этот рид хороший. По мнению секвенатора, именно по критерию интенсивности кластеров. Больше это ничего не означает. В последнее время по дефолту секвенаторы вообще не выдают рид из буквы Y, так что об этом можно не думать. Но точно не скажу, что это. А это так называемый индекс. Мария вам неделю назад рассказывала про мультиплексное секвенирование. Это если секвенируют несколько образцов сразу на одной дорожке, чтобы они не перепутались, к ним присоединяют специальные индексные адаптеры. В каждом адаптере есть специальная последовательность под названием индекс, которая читается для каждого рида, и у каждого образца свой собственный индекс. Поэтому в итоге вы можете понять, какой рид к какому образцу относился. И они не перепутаются. Теперь что же значит эти странные символы? Секвенатор с помощью некоторых своих довольно сложных алгоритмов может предполагать, какая вероятность того, что данная буква ошибочна. Если вы видите в риде какой-то такой нуклеотид, А, Т, Г или С, это на самом деле не значит, что он такой и есть. С некоторой вероятностью, пусть даже очень маленькая всегда, всегда это может быть ошибка. На самом деле там должен быть другой нуклеотид. Есть его вероятность ошибки, обозначенной буквой P, и возьмется, значит, минус 10 умножить на десятичный логарифм этой вероятности. Получится параметр качества, его еще называют FRED SCORE. FRED это была такая программа в 90-е годы, в которой впервые это понятие использовалось. Если совсем на пальцах, то все выглядит так. Положимая вероятность ошибки 1 тысячная. Вероятность того, что это неправильный нуклеотид, 1 тысячная. Тогда по этой формуле получится, что Q равен 30. Если вероятность ошибки 1 сот, это значит 20. То есть вы видите, что чем меньше этот параметр Q, чем меньше FRED SCORE, тем больше вероятность ошибки. И наоборот, чем больше этот параметр Q, тем больше достоверность этого нуклеотида. Иногда условно говорят, что хорошее качество это которое выше 20. То есть если вероятность ошибки данного нуклеотида меньше 1%, то это неплохо. У секвинаторов и люмина качество обычно бывает примерно от 0 до 40. Выше они качество не ставят. А теперь про то, как же эти числа перевести в эти буквы. Видите, что здесь не только буквы на самом деле, но и символы. Вот это знак вопроса, например. Есть такая штука под названием таблица ASCII. Если среди вас есть программисты, вы, наверное, знаете, что это такая. Это значит, что есть такая таблица, в которой каждому символу каждой английской буквы, большой и маленькой, а также всем основным символам, типа знака вопроса, тирея, цифрам, поставлено в соответствии число от 0 до 255. Вот формат fastQ, он позволяет в соответствии этому числу поставить какой-то символ. Было несколько разных форматов fastQ, об этом нужно помнить. Сейчас самое популярное называется fret плюс 33, вот этот вот, он тут обозначен буквой L. В нем качество отсчитывают от 33-го символа таблицы ASCII. Если вы сейчас во всем запутались, то не страшно, потому что есть в Википедии хорошая статья про этот формат. Так вот, значит, качество, минимальное, точнее, качество в этом, в fret плюс 33 равно 2. Почему именно 2, это сложно сказать. Оно, значит, обозначается решет. Это символ в таблице ASCII под номером 35, вы вычитаете 33 и получается качество 2. Значит, например, пятерка соответствует в таблице ASCII качеству 53, вы вычитаете 33 и получается 20. То есть, например, символом 5 обозначается качество U20. То есть, вероятность ошибки 1 сотая. Вот здесь, например, вы видите большие латинские буквы, большие английские буквы. Если вы посмотрите на эту таблицу ASCII, то вы увидите, что большие латинские буквы находятся где-то в районе качества 31,41. То есть, вероятность ошибки этих нуклеотидов, она, видимо, раз 30-40, то вероятность ошибки в этих нуклеотидах примерно 1 тысячная или даже 1 десятитысячная, если качество 40. То есть, в целом, это неплохой ритм. И всем нуклеотидам в него можно верить. Знак вопроса, он идет не сильно левее, чем эти большие буквы, так что это тоже нормально. Так, мы сейчас посмотрели на один ритм. Но есть проблема. Дело в том, что в информатике обычно работают сразу с несколькими десятками миллионов ритмов. Всех их просматривать глазами долго, поэтому была придумана специальная программа для контроля качества, которая выдает вам некоторые основные информации про то, насколько у вас плохие или хорошие риды. Программа FastQC, не путаясь с названием формата FastQ. Советую ее запомнить. Сейчас я расскажу про некоторые главные вещи, которые вам может показать эта программа. Во-первых, полезный график вот такой. Здесь по оси Х позиция в риде, первый нуклеотид, второй, третий и так далее, здесь до строкового. В по оси Y здесь качество, то самое, FredScore от нуля, здесь до 38 показано. И она показывает, какое в среднем качество было по ридам в данной позиции. Это хороший пример. Здесь качество почти всех нуклеотидов было в районе 36-38, то есть вероятность ошибки порядка одной десятитысячной. Это хорошо. А вот, скажем, плохой вариант. Здесь качество падает к концу рида. Вот тут, например, качество 20 вида, это вероятность ошибки 1 сотая. 10, значит, вероятность ошибки 1 десятая. То есть на конце рида очень плохие нуклеотиды. Вам как бы информатикам... О, вопрос. Да, вопрос. Договорите вас сначала. Все. Вопрос. Говорят, что большинство платформ используют формат Fred33, а не 64. А? 64 использовала Illumina давно. Сейчас она уже их не использует. На самом деле, про у какого-нибудь Solid, у него вообще другой формат, не FastQ. Там были особые цветные чтения. Я даже затрудняюсь сказать, что это такое. Я, на самом деле, не хотел бы выдаваться в другие секвинаторы, потому что я им сам пользуюсь довольно редко, я не эксперт в них. И вам вряд ли придется с ними работать. Но если вам придется работать со старыми чтениями Illumina, старыми ридами Illumina, или это чтение синонима, то это может быть в порядке 64. Так что будьте осторожны. Так вот, здесь качество падает к концу рида. Синяя, значит, это среднее арифметическое качество, красная, это медиана, если кто знает, что это такая. Все знают хорошо. Желтая, это называется интерквартир, это значит, что 50% всех ридов в данной позиции имеют качество в таком-то диапазоне. А эти черные засечки, это то же самое, только не 50%, а 80%. Такое падение к концу может быть по нескольким причинам. Например, если секвинатор отсеквенировал адаптер и потом начал секвенировать воздух, как я рассказывал здесь, по этому концу это просто шум. Либо, например, из-за фазировки, потому что почему-то очень быстро произошла фазировка, кластеры рассинхронизировались и, опять же, риды стали недостоверными. И биоинформатикам опасно работать с такими ридами, у которых куча ошибок на конце, поэтому такие концы лучше отрезать. Про то, как это сделать, я вам скоро расскажу. Так, еще один полезный график — это частота нуклеотидов вдоль рида. Если риды действительно случайные фрагменты генома, то частоты нуклеотидов должны быть примерно одинаково, на протяжении всего рида. Но бывают... Но если вы приглядитесь, вначале идет небольшое отклонение. Такие небольшие колебания происходят обычно из-за того, что фрагментация... Я вам вначале говорил, что ДНК фрагментирует ультразвуком. Теоретически ультразвук должен ДНК резать в случайных местах. На самом деле это не совсем так. Есть небольшая специфичность. То есть предпочтение ультразвука к определенным последовательствам. Вот здесь, в принципе, его можно даже увидеть. А вот плохой случай. Здесь вы видите, что в определенных позициях есть какая-то строгая специфичность. Например, вот если зеленая у нас это аденин, то вы видите, что в восьмой позиции почему-то очень много аденинов. 60% всех нуклеотидов это аденины. Это плохо. Такое часто бывает, например, из-за димеров адаптеров. Если у вас большая часть ридов — это просто куски адаптера, то вы увидите здесь последовательность адаптера. Скорее всего, здесь именно это произошло. Теперь еще одна полезная вещь, которую фасткусы показывают — это перепредставленные последовательности. Она смотрит начало всех ридов. Если видишь, что первые 50 нуклеотидов часто бывают одинаковыми, то она это выдает. Вот здесь она написала вам, что в 18% ридов вначале где-то вот такая последовательность, что плохо. И она даже определила, сама догадалась, что это трусек адаптер с индексом 1. Это самый индексный адаптер для мультиплексного секвенирования, про который я говорил. Вот. Теперь я расскажу про то, как же удалить проблемные места из ридов. Для этой процедуры удаления называется тримминг. Удаление проблемных мест обычно, ну, понятно, бывает двух типов. Первое — это удаление адаптеров. Второе — это удаление, собственно, мест, где много нуклеотидов с низким качеством, то есть с высокой вероятностью ошибки. Тримминг. Самая популярная программа для тримминга — это, наверное, программа Trimomatic. И вы с ней будете работать в вашем домашнем задании. Теперь немножко прокоррекция ошибок. Проблемные места из ридов можно не только удалять, можно еще и исправлять ошибки, если их не слишком много. Обычно это делают с помощью... Программы, которые это делают, их много. Они это делают с помощью подсчета камеров. Камер — это важное понятие в биоинформатике. Вам Дмитрий еще будет через полчаса про него рассказывать. Камером называется любая последствия длиной k. Например, 21-омер — это любая нуклеотидная последствия длиной 21. Так вот. Как это работает? Представьте, что программа работает так. Она считает камеры во всех ридах. И смотрит, какие камеры часто, какие камеры редкие. Например, вот есть один камер, который повторяется много раз, и один камер, который встречается всего один раз. И мы видим, что во всех камерах буква А, а в одном камере внезапно буква Г. Программа догадывается, что эта буква Г была, скорее всего, ошибкой, и исправляет ее. И на выходе она выдаст ридов, этот рид, из которого происходит этот камер, только буква Г будет переправлена на букву А. То есть ошибка исправлена. Коррекция ридов, она очень полезна для данного сборки геномов, потому что при сборке геномов используется такая сложная структура под названием граф Дебрёйна. Вам Дмитрий через полчаса опять же расскажет про граф Дебрёйна. Эта структура такая сложная, что если в ридах будут ошибки, в общем, она будет становиться просто громадной. И программа будет требовать много оперативной памяти, и будет долго работать. Чтобы программа работала быстрее, сделать сначала коррекцию ошибок в ридах. Ну и, собственно, результаты данного сборки тоже станут лучше. Еще два слова про нормализацию. Если вы секвенируете РНК, кто из биологов, вы знаете, что разные гены экспрессируются по-разному. Экспрессия некоторых генов может быть очень высокая. И тогда, если вы секвенируете эту матричную РНК, то от нее будет происходить очень много ридов. Прямо слишком много, столько, сколько не нужно для сборки. И чтобы, опять же, облегчить программе, которая делает данную сборку, работа, можно сократить количество ридов, которые происходят из таких высокоэкспрессируемых транскриптов. Это называется цифровая нормализация. Еще стоит сказать буквально полслова про другой популярный сейчас секвенатор. Называется ПАКБИО. Мария вам рассказывала неделю назад про него. Это секвенатор, который делает рида длиной порядка 5-10 тысяч нуклеотидов. Если у иллюмина рида где-то 100-300 нуклеотидов, у ПАКБИО они раз 100 длиннее. Но у ПАКБИО есть проблема. Эти риды содержат очень много ошибок. Примерно каждый десятый нуклеотид в ридах ПАКБИО – это ошибка. Поэтому обычно пользуются такой технологией. Просто берут тот же самый образец и секвенируют его иллюминой. У иллюмины рида хоть и короткие, зато ошибок в них меньше. Потом картируют иллюмины на рида ПАКБИО. Про картирование вам подробно расскажут через 2 недели. И, значит, справляют ошибки в ПАКБИО. Вот. Материал был, не знаю, насколько простым. Может быть, все сразу плохо запомнится. Главное, что вы должны запомнить сегодня – это простая вещь. Не надо сразу работать с теми ридами, какие выдал секвенатор. Вы должны сначала проверить их качество. Например, с помощью программы FAST-QC. Потом, если вы обнаружили проблемы, а они будут почти всегда, то нужно сделать тримминг программы Trimomatic. И дальше, после этого, сделать контроль качества еще раз, чтобы убедиться, что большая часть проблемы исчезла. Вот так вот. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Презентация выложена на вики-страничку нашего курса. Туда же уже выложен текст домашнего задания. Также выложены риды к домашнему заданию и адаптер к домашнему заданию. Много чего еще. Режим сдачи задания у нас такой. У нас есть soft deadline и hard deadline. Soft – это вы должны… Soft deadline у нас будет через неделю. Если вы решите задание к soft deadline, то вам не будет штрафа. А если вы решите задание к hard deadline, который через две недели, то будет штраф в 2 балла из 10 возможных. Задание к этому заданию нужно присылать на почту. На какое именно это указано в тексте задания. Так, какие-то вопросы? Отлично. Спасибо. Спасибо.